Ребятушки, всем привет! Вы на канале D-Play, меня зовут Григорий. В этом видео я вам продемонстрирую работу игры Assassin's Creed Valhalla на видеокарте GTX 1060 на 3 гигабайта. Версия у меня от Asus, Dual, она холодненькая, всё с ней классно. Драйвера установлены последние, Windows 10 лицензионные с последними обновлениями. Сама игра Assassin's Creed Valhalla тоже лицензионная, тоже с последними обновлениями, то есть всё как и должно быть. В видео это называется «Почему действительно Assassin's Creed Valhalla тормозит на GTX 1060 на 3 гигабайт?» Ребята, я в интернете, я офиговал просто. Когда зашёл и начал искать там оптимальные настройки под эту видеокарту в этой игре, там решение этих проблем, я заходил и смотрел видосы. Люди такой бред просто поснимали, такое впечатление, что ни один человек, который делал видео по производительности данной игры на данной видеокарте, он вообще дупля не отстреливает в том, почему она ведёт себя так плохо на 1060 на 3 гигабайта. Ответ простой. Если вы зайдёте, допустим, в Epic Game Store, посмотрите «Системные требования», а давайте я прямо это сделаю сейчас, сделаю всё наглядно. Посмотрите «Системные требования» для этой игры, вы увидите, всё как бы ясно, всё понятно, почему она тормозит на 1060 на 3 гигабайта. Так, переходим в библиотеку, берём, допустим, Assassin's Creed. Так, она у меня установлена через Uplay, поэтому тут её не находит. Давайте так, Assassin's Creed Valhalla. Открываем. Да, нам есть 18. Смотрим «Требования». Ребят, я не смотрю на рекомендуемые, я смотрю на минимальные. Видеокарта, минимум 4 гигабайта на AMD и минимум 4 гигабайта видеопамяти на видеокартах от компании NVIDIA. Понимаете? Минимум 4 гигабайта. Поэтому, несмотря на то, что наша 1060 – это хорошая, мощная видеокарта, в ней 3 гигабайта убивают в Assassin's Creed Valhalla всю производительность. Посмотрите, я зайду сейчас в настройки, продемонстрирую вам, что игра запущена в разрешении Full HD. Модификатор разрешения 100%, вертикальная синхронизация отключена. Если мы перейдём в настройки графики, вы убедитесь в том, что пресет графики выбран средний. И вы убедитесь, что уже даже на среднем пресете игра не вылезает в 3 гигабайтный видеобуфер данной видеокарты. Поэтому мы видим вот такой вот плохой FPS. Видите, 10, 12 FPS внизу слева, 13 – это вообще неиграбельно. Почему неиграбельно? Да потому что игра требует больше 3 гигабайт. Когда 3 гигабайта заканчиваются, игра начинает текстуры забрасывать в оперативную память вашего компьютера. Допустим, у вас там DDR3 стоит или DDR4. В моём случае у меня DDR4, двухканал, частота 3200 МГц. Тестирую я игру в палец с процессором Ryzen 7 2700X, которого также с запасом для этой игры. То есть упор идёт именно в видеокарты. Получается, когда текстуры не влезают в видеопамять видеокарты, система начинает их бросать просто в оперативную память, которая не GDR5, не GDDR5, не GDDR6, которая просто DDR4, у которой пропускная способность значительно ниже, чем у памяти видеокарты. Поэтому игра и тормозит. То есть если бы было в данной видеокарте хотя бы 4 гигабайта, можно было бы игру пройти вообще без проблем. В интернете там советуют бенчмарки запускать, второй раз запускать, потом сразу врываться в игру. Ребята, это вообще не решение. Никаким образом оно вообще не поможет игре. Получается, я видел видео, на котором запускали бенчмарк. Он сначала шёл там в 20 фпс, потом на втором прогоне он шёл быстрее. И якобы это такой лайфхак решения проблемы с производительностью Assassin's Creed Valhalla. Да это вообще не решение. Просто данные закешировались, они быстрее доставались. За счёт этого и был показатель фпс выше. Это вообще не решает проблему. Я когда стартовал в этой игре, я бегал по заснеженной такой пустоши. У меня на средневысоких фпс был выше 60. То есть 10.60 она тащит эту игру. Но как только я пришёл в город, там где много объектов, видеобуфер в 3 гигабайта закончился, у меня фпс из 60 упал до 10 до 15. Понимаете, вот в чём дело. Я потом начал ковыряться с настройками и пришёл к тому, что не зря в рекомендуемых минимальных требованиях разработчики указали видеокарту с буфером на 4 гигабайта. Потому что даже если я переключусь на низкие настройки, это не решит проблему вообще никак. Потому что хоть на низких настройках в описании игры написано, что она кушать будет меньше 3 гигабайт, на самом деле она будет жрать больше 3 гигабайт. И даже на низких настройках вы побегаете немножко, зайдёте в город и у вас чуть-чуть проведёте время в городе, у вас опять 3 гигабайта забьются просто в 100%, опять текстуры начнут бросаться в обычную оперативную память. И после этого игра опять с 60 фпс просто упадёт до 20, до 15, до 10. Понимаете? То есть нет никакого адекватного решения, чтобы Assassin's Creed Valhalla работала на GTX 1060. Даже на минимальных настройках. Разве что можно ковыряться с модификатором разрешения. То есть вы можете понизить разрешение, допустим, до HD. То есть 1280 на 720p. Игра тогда становится просто невероятно мыльной. Играть в неё вообще противно. Она выглядит как Battlefield 4 на PlayStation 3. То есть абсолютно неиграбельно. Тогда 3 гигабайтного буфера в основном достаточно. Но всё равно иногда он переполняется и начинаются проблемы с производительностью. Давайте я ещё побегаю по городу. Вы посмотрите, насколько это всё плохо выглядит. Вот, 18 фпс, 16 фпс, 19, 20. Но это неиграбельно. Давайте. Тут просто ещё мало объектов. Знаете, пожалуйста, не выключайте видео. Досмотрите его до конца. Я вам буквально через минутку вставлю тест этой игры на средних настройках. Геймплей. Этой игры на средних настройках на видеокарте GTX 1050 Ti. В моём втором компьютере стоит 1050 Ti. Смотрите, фпс 14, 15. Так вот, ребят, сама видеокарта по себе 1050 Ti. Она примерно процентов на 30, на 40 по мощности слабее, чем 1060, 3 гигабайтная. Поэтому, если мы играем в игры, которым 3 гигабайт видеопамяти достаточно, то 1050 Ti, она прилично отстаёт от 1060. То есть, есть игры, которые я на 1060 прохожу в 60 фпс, а на 1050 Ti там выдаётся, например, 35-40 фпс. Вот, то есть, разница ощутимая. Но, если мы даже на более слабой видеокарте 1050 Ti запускаем Assassin's Creed Valhalla на тех же средних настройках, то просто за счёт того, что видеопамяти там 4 гигабайта и текстуры вылезают в эти 4 гигабайта, игра на средних настройках А выглядит хорошо, Б в ней нет просадок по производительности вот таких диких до 10 фпс, и C. Игра полностью проходима на 1050 Ti. Вот к такому парадоксу мы, ребята, с вами дошли, что новые игры более хорошо показывают себя на более слабых видеокартах, потому что они упираются в видеопамятие. Сейчас я вставку делаю с 1050 Ti. Посмотрите, напишите, пожалуйста, в комменты, что думаете. Спасибо за просмотр, спасибо за лайкос. Вам, ребята, удачи. И помните, единственное адекватное решение – это смена видеокарты, потому что 3 гигабайта уже недостаточно. Всё. Всем спасибо. Смотрите тест на 1050 Ti. Ребятушки, а вот игра запущена у меня на втором ПК на GTX 1050 Ti, которая 4 гигабайта видеопамяти. Как мы видим по мониторингу вверху слева, занято 3,9 гигабайта. Вот и вся проблема тормозов на 1060. Смотрите, игра запущена на средних настройках, то есть она запущена в 100% разрешении, модификатор разрешения 100%, разрешение 1920 на 1080 в полноэкранном режиме. Если мы перейдём в графику, мы увидим, что пресет графики выбран средний. И при среднем игра якобы должна занимать 3,3 гигабайта, но на самом деле она занимает 3,9, как мы видим. Давайте посмотрим на производительность. Я нахожусь сейчас в городе. Игра жрёт 10 гигабайт оперативной памяти и 3,9 гигабайта видеопамяти. Вот пока мы бегаем в городе, то FPS у нас 31, 32. Иногда он может опускаться и ниже. Короче, пройти игру на 1050 Ti на средних настройках, кое-что, например, опустив на низкие и залочив FPS на 30 кадров, можно пройти. Графика будет как на... лучше, чем на PlayStation 4. Производительность будет 30 FPS, то есть как на PlayStation 4. Вот выглядит игра на средних нормально, то есть можно полностью пройти. Ребятушки, продолжаем наш разбор по игре Assassin's Creed Valhalla на видеокарте GTX 1060 версия на 3 гигабайта. Я нахожусь всё в той же локации. Чуть-чуть отошёл, чтобы меня никто не трогал. Я зашёл в настройки и поставил низкий пресет настроек. Давайте вам продемонстрирую всё ещё раз. Смотрите, модификат разрешения 100%, разрешение самого Full HD. Вертикальная синхронизация выключена. Если мы перейдём в графику, увидим, что выбран пресет настроек низкий. И что игра якобы должна у нас работать, то есть она влезает в 3 гигабайта. Давайте немножко побегаем, рассмотрим. Смотрите, на низких 60 FPS с незначительными просадками, то есть 1060 реально тащит эту игру. Я когда тестировал до этого, установил низкие настройки, увидев 60 FPS, я подумал, блин, классно. Хотя бы на низких, отвратительных настройках с вот такими вот текстурами уровня PlayStation 3. Это даже хуже, чем PlayStation 3. Я кое-как смогу пройти игру. И начал я тогда играть. Но, ребята, рано я радовался, потому что даже на низких настройках, вот эти 60 FPS, когда мы немножко походим по местности, они превращаются в те же 10-15. То есть, понимаете, вне зависимости от уровня настроек графики, FPS у нас один и тот же, 10-15. И причина этому все тот же маленький буфер видеопамяти. 3 гигабайта. Сейчас подойти бы куда-то, где объектов побольше, и вы сами увидите прекрасно, как FPS у нас дропнется. Пока что дропается незначительно, там 45-47, но объектов мало. Так, меня немножко ранили. Так, видели, видели, ребята, да? Все, ничего же как бы не произошло. Ребята, важный момент, смотрите, переполнился буфер памяти, и наши 60 FPS превратились в 23. Просто на ровном месте, видите? Вот, все, о чем я вам и говорил. 27 FPS. Вот так вот, вот. Вот пришла Assassin's Creed Valhalla, и вот так вот она разобралась с видеокартой GTX 1060. И вот такие дропы FPS, они вообще бесконечные. То есть, это не разово, это всегда. Иногда это происходит в течение, там, 2-3 минут. Иногда, там, может, спустя час. Но оно, когда опускается, там, до 20-10 FPS, оно и останавливается на этой отметке. Смотрите, вот игра запустилась, опять, в той же локации. FPS 24-25, 27. Понимаете? Перед этим было же 60. Помогает только полный перезапуск игры. Но вы просто устанете перезапускать игру, там, каждые несколько минут, или даже если это раз в полчаса получается. Смотрите. 19 FPS. Перед этим я здесь бегал, на этой локации было 60. Опять же, это не проблема самой игры, не проблема драйверов, не проблема Windows. Сама игра просто разработана с упором на то, что у вас видеокарта минимум на 4 гигабайта. Поэтому на 10.60 в Full HD на любых настройках. На низких, на средних и так далее. Игра неиграбельна абсолютно. Другие игры на моей видеокарте работают прекрасно. То есть, если вы в комментах будете писать, что что-то не так конкретно с моей видеокартой, нет, ребята, все так. Она не перегревается, температура у нее 60, вот, 62 градуса. Работает она сейчас на 98%. FPS 17. Упора в процессор нет. Ryzen 7 2700X загружен вообще в 19-18%. Работает на хорошей частоте 4 ГГц. Он тоже не перегревается. Игрушка установлена на SSD Samsung 860 EVO. То есть, упор идет исключительно в 3 гигабайта. Так что, если у вас 10.60 3 гигабайта, Assassin's Creed Valhalla, не покупайте пока что. Покупайте, когда смените видеокарту, которая будет больше видеопамяти. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok